3 человек собрать вместе и одновременно их с поверцией и поделить. 2, 2, you have to bring these 3 people to confess to them. You have to take them at the same time? You have to take them at the same time? I don't know. I don't know. My feeling, but that is not so relevant, it should be together, really. Мои ощущения, наверное, это не так релевантно, что оно должно быть вместе. Потому что у монахов есть события два раза в месяц, когда они публично. Публично признание. Публично признание. Мариев говорит, что это было в чтениях по этому курсу, что все-таки вместе. Но если это не будет в чтениях, то снова меня спросите. Я думаю, что у вас у всех есть ощущения на этот счет, но я хочу, чтобы вы еще с интеллектуальной точки зрения посмотрели. В маленьком случае, да, или в маленьком случае, да, или в маленьком случае, да, в среднем это три человека. Почему? Потому что это тяжелее. Да, да, да. Почему? Что происходит в вашем сознании? Что происходит в вашем сознании? У меня есть специфика. Сейчас я чувствую, что... Один из моих учеников, который имеет специфика, он ответит. Что происходит, когда вы должны... Как, давайте предположим, что я должен предупредить что-то перед всеми. Что происходит в вашем сознании? Давайте предположим, что мне нужно внушать, признаться перед всеми вами. Да, да. Чувство стыда больше. Чувство стыда больше. Чувство стыда больше. Две вещи, которые у нас есть, когда мы избегаем. Две вещи, которые мы хотим использовать. То есть мы бесстыдно. Используем стыд. Это классно, мне нравится. Потому что я думаю, что если мне нужно... Например, если мне нужно... Если мне нужно... Моя мама Чуки... Идти ей рассказывать, когда я нарушу свой обет. Я не буду... Нет. Я не буду... Я не буду... Я не поставлю себя на похоже. Гешила говорит. Он получил свои. И он был... И он говорит, что просто знать... Вы должны потом рассказать ему. Все эти вещи останавливают вас. Потому что вы делаете плохие вещи. Это, если не ошибаюсь, было занятие 2. Это, если не ошибаюсь, было занятие 2. Какой привилегия для принимать обеты? В чем привилегия для того, чтобы принимать обеты? Вы повышаете свой... Вы повышаете свой... ...энергий уровень стыда свой. Уровень стыда свой или какие-то лезонки тюковые. Вы используете все, что вам доступно. Чтобы сделать что? Чтобы стать более спокойным, терпеливым, когда происходят какие-то вещи. Нет. Нет. Просто скажите нет. Мы не пытаемся быть более терпеливыми, когда плохие вещи происходят. Если мир происходит из наших ментальных семян, вы может быть заставить что-то произвести в вашем мире. И это есть определение процентного существа. Нирвана это определяется как прекращение Прекращение навсегда всех ваших ментальных прекращений. Все, что вас заставляет что-то слышать в своем сознании, становится красивым. Ничего больше плохого. Так происходит, что на тот момент быть терпеливым, когда плохие вещи происходят это самый эффективный способ, чтобы избавиться от плохих вещей. Но абсолютная цель это не в том, чтобы просто быть терпеливым, когда происходят плохие вещи. Я хочу, чтобы вы были активными. В вашем сознании. Боритесь со своими ментальными врачами. Мне нравится английское слово «сострадание». Это не слабое. Помните пример Поречита, когда мать видит, что ее ребенок падает в огонь. Это чувство, желание спасти ребенка, оно не слабое. Это полная энергия, оно сильное. Мне нравится. Не слабое. Я не говорю. Не будьте терпеливым со своими ментальными врачами. Это джентльмен справа от меня у него ментальными врачами. Это мудрость. Я так рад, что здесь так много женщин. Это очень странно, но когда я преподаю, то много девушек. Я чувствую, что на этой планете это первое место открытое женщины без каких-либо препаратов. Подумайте, в истории, назад, годами, в любой стране это было невозможно. Мы говорим о буддизме, это просто невозможно. Я сказал, что странный австрийский парень приедет и рассказывает о буддизме в Киеве. Это не счастливая история. В любом стране, в любом стране. Эта история не имеет никакого значения. Вот эта история не счастливая конец будет. А сейчас мы можем здесь сидеть. Никто нас ни про что не спрашивает. Никто вас не винит за то, что вы приходите на эти учения. И никто бы не говорит, что вы женщина, вам нельзя там быть. А это, к сожалению, история этой жизни. В буддизме и христианстве одинаково. Это печально. Теперь вы испытываете перемен. Теперь вы испытываете перемен. Это уже будущее. Вы слышите это сейчас. Та же информация, которую монахи слышали тысячи лет. Я говорю это много раз. Еще раз скажу. У вас не должен быть пенец, чтобы достичь пространения. Вы содержите свои беты. Вы перестаете чувствовать жертвы, если когда-либо будет такой. И боретесь с ментальными обращениями своими, и мир изменится для вас. Это также означает, к сожалению, что нужно это делать. Вы не можете больше сказать, ой, ну, ну, я разнилась. Вы знаете, что я. Мой муж справится с этим вопросом. Нет, только вы. Я говорил своим чужим. Темным друзьям, черным друзьям. Который, когда вам сказал, что Барна стал президентом. И я сейчас совершенно говорю не про политику. Когда черный человек стал президентом, это очень понятно. И у меня есть много друзей в Африке, потому что я работал там какой-то. И то, что мне больше всего понравилось. Нет больше каких-либо оправданий для вас. Все захочется. Я не говорю, что ваша жизнь легкая. Я не говорю, что вещи будут получаться так и лучше. Но вы должны теперь согласиться в своем сознании. Вы можете делать что угодно. Никаких либо больше оправданий. Точно так же для вас теперь, как для женщин. Я обожаю это. Мне очень нравится. Очень красиво. И вам нужно это делать. Мне очень нравится. Большинство из моих учителей йоги и женщин. Это фантастически. И это не сделает мою болезнь лучше. Мне все равно нужно практиковать. Но это красиво, что мы можем это все переживать. И мы можем это все переживать. Что мы можем это все переживать. Ну, так. Откуда я пришла? Я не уверен. Скучный привью. Хорошо, вы сами. I have a question. А можно как-то специально собирать людей на ту листовете у себя дома? Или это может быть, к примеру, я вам помогаю вязать группу 10. И специально иногда вставляю комментарии, какие-то неприятные истории своей жизни. Чтобы в общем-то продемонстрировать... Для этого конфессия? А, да. Мы должны привести к тому, что это особенность в доме, где это какой-то вид, например, для того, чтобы делать в ВСЦИ. И иногда я рекомендую некоторые негативные части для себя, для людей, чтобы быть более свободными. Так что я confessу в этом. Мы должны иметь это спонтанную. Спонтанную. Вы знаете, честно, я никогда этого не делал. Потому что если вы посмотрите на эти три цепи, вы можете избежать двух из них вы можете избежать их просто посмотрев на это и сказать про себя, я не получал от этого удовольствия. Или я не понравился, или я получал от этого удовольствия. Вы никому не говорите. Я сейчас здесь решаю что-то было неправильно. И тогда эта цепь уходит. Понимаете? И также по поводу всех четырех. В своем сознании. Когда мы поехали на ретрит в Нижний Новгород, что вы делаете, когда вы уходите в ретрит? Езжаете ли это отпуском? Нет. Вы уходите на Вторую мировую войну со своим сознанием. Планируете уходить в ретрит? Это сложно, потому что много вещей поднимаются. Четыре раза в день вы медитируете и читаете мантры. И делаете йога асана, если это возможно. Это означает, что полноценный день занимает 7-9 часов практики. Это означает, что полноценный день занимает 7-9 часов практики. Это новое. А все остальное время мы продолжаем. Шоу с картошкой. Правда. Итак. Вы стараетесь сделать что-то очень святое. Если у вас были учения о том, как это делать, то просто супер. Что произойдет с вашим сознанием? Он вытащит самое страшное вообще. Джон Брэйди сказал, что это как будто твой браковинный знание, которого вы нечистите там гадали. А когда вы в ретрит уходите, вы считаете, что вы опускаете в свою руку и поднимаете все, что там с вами наладилось. И вы смотрите на мысли в сознании и думаете боже. Вы буквально... Вы не знаете даже как посмотреть на это. И оно выходит, оно подумается. И еще сложнее, если вы это делаете вдвоем. Потому что когда вы один, некого менять, там никого больше нет. Вы садись по кругу просто ходите. Но когда у вас есть второй человек, вы всегда можете подумать. И это то, что ваше сознание сделает обязательно. И не важно с кем попадете на этот ретрит. Что это его вина? Что? Вся. Все. И, и, и , и, и далее, вы должны быть более интересным. Вы училиる ее книги, вы научили людей... Потому что будешь вы ввели этот дневник. И прикорвали людям. Потому что он придет за все своя, бороться с этим бороться. В課 что этом? Как насчет вот этого? Да, 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 но это наверняка вот ее вина. когда ты встретил ее 2,5 года назад это тоже ее fault? не важно, сейчас ваше сознание со временем будет гореть и это очищает и потом, в итоге, это как йога асана но в вашем сознании это не ваше критика или что бы там ни фаскадило для вас это как мышца, которая расслабляется когда после того какого-то растянется иногда когда ты делаешь йога когда ты думаешь, что ты можешь расслабиться но потом что-то не может но потом раз и на три сантиметра дальше вы не знаете и вы не знаете практика была полезна для меня и я вижу, что Машу я делаю так и я смотрю ааааааааааааа и я не могу и я не могу и это не получается что очень помогает потому что у тебя есть какая-то энергия в моем теле которая заблокирована если вы продолжаете делать если вы будете продолжать делать и будете помнить Я знаю, потому что у меня есть еще 5 других мест в своем теле, где можно было сходить. Что мысль, которая не является выбором, это не выбор. Я не могу это сделать. Но я так привык не верить свою мысль. Ты мне говорила уже раз в 200. Ты можешь сделать мостик. Я был уверен, что я никогда не могу это сделать. Теперь я могу это сделать. Так что ты много раз говоришь, что я не могу это сделать. Ты всегда ошибался, почему я должен тебе сейчас верить. И я думаю, что я не могу это сделать. Но в тот момент я не могу это сделать. Но когда вы продолжаете свою практику, со временем что-то происходит, и вы раз выходите. Точно так же с вашим сознанием. На литрите. На литрите. Или что в этом не происходило, это история. Точно такое же ощущение. Вы даже не даете себе отчет, что что-то происходит. вы не знаете, что это faz. Не знаю, если английское дело спасло. Пр 했습니다. Но спазмом. Мы не поменим за дастisl Nic. Не так. Вот например, вы думаете, что она происходит в потом places. Потому что одно наверняка, даже в тот момент, когда вы полностью уверены, что это ее вина, и мне не нужно даже спрашивать ее, я знаю, что у нее есть другого мнения, это доказывает, что это не происходит от нее. Это доказательство, это доказательство, если кто-то другой взгляд на ситуацию доказывает, что это не может происходить, это мудрость, и это поэтому я вам рассказываю эту историю, это не вероятно, но это правда, и когда ваше сознание расслабляется, это безценная победа, потому что это так же сеет себя. Ничего не происходит, я сижу у себя на подушке, ничего не происходит, но я борюсь со своим сознанием. Кто-то там подумает, что это мистер Три мысли, потому что не выглядит как многое, но там внутри происходит война. И это не то, что вам кажется, это настолько четко, как реальность этого стаканчика, вы уверены, что это вина другого человека, но со временем оно проходит. И поэтому мы делаем эти занятия. И поэтому мы делаем эти занятия. И поэтому мы делаем йогу, чтобы вы были способны увидеть эти вещи. Потому что даже если вы сделаете это только один раз, что невероятно, люди будут все менее-менее способны говорить о том, что вы будете все менее-менее открыты к какому-то бреду. И даже когда вы снова падете, что нам обязательно произойдет, Геша Майкл сказал, что после того, как вы возьмете подискаться на победу, вы держите свою книгу, вы делаете свою практику. У вас будут невероятные падения назад. Но потом у вас больше будет вырабатываться привычка не так серьезно воспринимать эти падения. Что ты ожидал? Ты был в невежестве до бесконечных количествах жизней. Каждый день, завтра будет еще один. И я буду какого-либо сдаваться. Потому что нет, что ты не можешь остановить. Ты не можешь остановить свое сознание. Что ты будешь делать? Убьешь себя. Это легко. Ты не можешь остановить свое сознание. Если бы это могло сделать что-то. Но оно не делает. Твое сознание не может остановить. Оно только ухудшается. Может быть здесь все-таки что-то с этим сделаем. У тебя есть неплохие карты, которые можно что-то заграть. Хорошо. Хорошо. Я остановил. Хорошо. Занятие 7. Занятие 7. Название вторичных падений. Называется НИ-Е. У нас нет кибетского для всех этих обедов, мы не нашли. Ни, е, н, y, d. Ни, н, y, d. Н, y, d. Н, и, д. Н, и, д. Повторим. Ни, д. Вы можете получить 46 секундов? 40 секундов. Вы говорите, что секундов? Секундов или секундов или секундов или секундов. Вторичные обеты или вторичное падение или вторичное нарушение. Это вторичное падение или вторичное падение, когда вы их нарушаете, вы можете их восстановить. И вы можете нарушить двумя способами. Под оборченным состоянием сознания и не оборченным состоянием сознания. Не оборченным состоянием сознания подразумевает, что у вас будет злость или гордость. И не оборченным способом нарушить обет. Подразумевает, что у вас нет нитальных оборчений. Но вы нарушили обет из-за того, что забыли об этом. Или из-за лени. Или из-за лени. Или вы не помнили об этом или вы не знали об этом или из-за лени. Как вы можете нарушить его одни знания, если вы можете нарушить корейский параллель? Или вы можете его взять, не изучать его правильно? Не изучайте внимательно. И тогда не делайте то, что вам нужно. Номер один – хороший пример. И они группированы по шестью совершенствам. Итак, для первых семи вовов они поддерживают совершенство даяния. они привязаны к совершенству даяния. Первый – не предлагать трех драгоценностям. Объяснение. Не предлагать три трех драгоценностям. Что имеется ввиду под тремя? Это три двери выражения. Те тело, речь и сознание. Итак, каждый день вы должны сделать что-то физическое для трех драгоценностей. Что может быть? Простеренств, поклонение, похоже 수도 есть сроки? Простеренств и похоже на трех грёх. Простеренств и похоже на трех драгоценностях. То есть простирание, то есть повонение на глубокое, потому что на английском также вы можете назвать это простирание. Но когда мы говорим простирание, как нигма, есть полное выводение, когда вы ложитесь целиком перед алтарем, или что бы мы делали в начале и в конце занятия, кстати, про простирание. Когда мы говорим простирание от трех драгоценностей, опять, очень важно, если вы делали ACI-2, вы знаете, что идет. Буддистское прибежище. Любое прибежище и необходимо две вещи. Он нужен страх чего-то, и вера в то, что что-то вне вас может вам помочь. Классический пример в Писаниях и буддистское, но официальное прибежище. Это маленький ребенок, который бежит к своей маме. Что-то происходит, мама может помочь. Это прибежище. Буддистское прибежище также нуждается в страхе. И потом вы принимаете прибежище в чем? В вашем понимании. Это драгоценностей. Драгоценностей Будды не имеет ничего общего с картинкой, или с скульптурой. Или с ступой. Или с ступой. Или даже с физическим путой того времени. В чем доказательство? Что они могут вам помочь? История про то, как вы за ним прадались. Даже более чем история. Тот факт, что вы все еще здесь. Если бы физический Буддар мог помочь вам со своей стороны, у вас бы уже не было никаких проблем. Вы видите? Это логично. Это длинная дебата. Но результат этого дебата. Если бы Иисус или Будда, или любое святое существо мог помочь вам со своей стороны, вы бы здесь уже не были. То есть, что сострадание и любовь, которая у них есть, они бы уже помогли вам. Это очень важный вопрос, на который отвечает все и два. Тогда что же мы имеем в виду, когда мы принимаем прибежище в Будда, да, травмы и санги? Это, что мы прожим в начале каждого занятия. Пожим в начале каждого занятия, которое мы повторим 3 раза, это требуется в драгоценности Будды, дарма дюва, драгоценности санги. И санги. Так что, если это не человек, или не святые горы, то что это? Игорь сказал, что это это опустота. Это понимание, что вы создаете свой мир тем, что сеете ментальные семена. Как это мне помогает? Помогает в сравнении с другими вещами. Ну, если вы знаете, что все, что вы делаете, вернется вам как реальность, вы перестанете съедить эти семена. Вы будете знать, какие семена сажать. И это действительно помогает и защищает вас. И это то, чему мы постараемся. Когда учитель приходит к трону и постарается, он дает уважение идти, что бы его желание могли стать реальностью в его потоке сознания. Если он или она еще не достигли этого. То, чему вы делаете простарание, я надеюсь, это то же самое. Если вы когда-либо будете пребывать, вот когда я сажусь у всех, никогда не позволяйте своему эго захватить вас. Это плохое место, если вы думаете, может быть, если люди делают простарание вам, они, я надеюсь, делают простарание в пустоте. Если они видят что-то прекрасное в вас, чьи семена они так высоко оценивают? Свои. 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 Не ваши. Ваши. Вы видите свои семена, которые, ну, то, что вы внутри не видели. Но когда идет простарание вам, они заставляют видеть что-то хорошее. Поэтому держите это у себя в голове. И когда мы говорим, что нам нужно предложить что-то трем драгоценностям, вы через свое тело, через свое сердце, и через свое сознание от вас требуется, чтобы вы делали отношения каждый день. Он не говорит два часа. Но, например, когда вы делаете йога, в моем случае, это точно офига в форме вашего партнера. Вся эта суть в том, чтобы достичь чего-то. Когда вы говорите что-то, когда вы говорите что-то, или когда вы читаете одно молитву через свою речь. Любая молитва подходит. Это будет обед номер один. Это будет обед номер один. Еще одна интересная вещь с этим. Все это было безумным. И, как и суть, в hundred и шесть. И до сих пор. j1. Что происходит, когда вы видите пустоту напрямую? Когда вы видите пустоту напрямую, вы становитесь двумя из трех ценностей. Почему? Это не обязательно люди, которые видят в робы, но те, кто видели пустоту напрямую. Почему вы становитесь... Какой вы не знаете? Вы не знаете, потому что вы не знаете. Вы не знаете, потому что вы не знаете. Так что вы должны быть дамат. Почему? Что ведет к вопросу, что это дамат. Дамат – это футин. Видимо, знание, где-нибудь или прекращение. Так что мы делали это уже. Ну, что с реализацией. Да. Потому что вы понимаете, что делать. Да. То есть вы реализовали драгоценность тха. И сесс... The word cessation is in English very beautiful, not very often used, but it's beautiful. Ну, на английском слово cessation, по-русски слово прекращение. То есть прекращение навсегда и бесповоротное прекращение. I don't know if there's a good Russian, but there's no good German word. I don't know if there's a good Russian, but there's no good German word. In German you also have to explain. На немецком также приходится объяснять. Secession means that something has stopped. Secession на английском, да, или вот как мы переводим прекращение, означает, что что-то прекратилось. Forever. Навсегда. There's no way back. Нет, нет обратного пути. So, the dharma jewel is cessation. If you think about it, this is how enlightenment is possible. Это, если вы об этом подумаете, это то, как возможно подсветление. In a way, it's not that some things, some additional thing comes to you. But things stop. Но вещи останавливаются. Ignorance goes away. You stop to see things in a wrong way. Вы перестаете видеть чаще неправильный способ. Вы перестаете думать, что эта ручка, эта ручка со своей стороны. И все другие объекты похожи на это. So, because of that, you become the dharma jewel. You have the realization. И из-за этого вы становитесь... Проказан Суддхарм, вы становитесь реализацией. Well, it's true that when you come out of the perception of emptiness, things reestablish themselves. Это правда, что когда вы уходите из прямого видения пустоты, вы заново видите вещи как самосуществующие. But you always know that you see things wrong. There's never a moment again when you were mistaken. Нет, нет больше момента, когда вы ошибочного сутдхарма. То есть вы становитесь Проказан Суддхармой. Номер 1 из 46. Номер 1 из 46. Номер 1 из 46. And the question is, does the buddhism know really that jesus Christ actually took everyone's sins? Why does buddhism say it was a senseless action for his? What's the rules about the prophecy of everyone's sins? Буддизм верит, что Иисус Христос принял все грехи человечества, или буддизм считает, что это было бесполезное действие со стороны Иисуса Христоса? Я бы сказал, что это очень сложный вопрос, потому что, во-первых, нет такой вещи, как Иисус Христос. Я получил вопрос в Австрии, я учил, и они спрашивали, что это вопрос из Буддизма? Когда мне задали вопрос, мне сказали, а какая позиция будет буддизма на этот счет? Если вы хотите искренний ответ, который старался дать, то нужно начать с того, чтобы объяснить, что означает буддизм. Как минимум, если это сделать быстро, то есть, как минимум, четыре школы и секты. Нима, Сакья, Кагья, Гелукпа. В Тибете есть еще две, которые мы не знаем. И они все по-разному практикуют. У них есть одинаковая цель. Но я нахожусь в традиции Гелукпа. И я очень далеко от того, чтобы даже поисценировать, верить, знать ответы. Имени Гелукпа. То есть, сделать заявление, утверждение о буддизме на любой вопрос, это очень сложно или странно. В дополнение, у нас только что было один вау. Первый коренной обед. Бодхисаттвы, который я принимал. Никогда не критиковать других духовных учителей и не москвалять себя. Махайя. 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 Ну, я бы прошел это как-то сразу бы. Для того, чтобы у вас было ответ на вопрос. То есть, это уже дает ответ на вопрос. Если вы мне спросите лично, что я могу ответить? Я не отвечаю за буддизм. Это мой личный ответ. В Тибетском монастыре нет ни на секунду дебатов по поводу был ли Иисус Христос святым существом. Почему нет дебатов? Потому что для того, чтобы были дебаты, нужно, чтобы кто-то оспаривал или не верил в определенное утверждение. Если вы идете в Тибетском монастыре и скажете, что были другие святые существа, которые дебаты начнутся и закончатся с тем да, что означает да. Что вы или кто угодно видят то, что делают другие, зависит только от вашей силы. Я хочу сказать, что вы начали здесь. Я беру только линию передач, которую мы учим здесь. Можно может ли кто-то взять семена других или их грехи. Это это линия мышления не верит в то, что Иисус собственно так сделал. Мы уже много раз провели дебаты по этому вопросу. И есть очень короткий результат. Я отвечаю от себя в следующий способ. Когда я иду к зомбом врачу и мне без боли утоляющего сверлиют зуб до корня. Чувствую ли я боль? Да или нет? Да. Да, я чувствую. Что доказывает одну вещь. Что Иисус не взял на Себя все мои страдания. Потому что я чувствую боль. Что ведет меня. Но это лично от меня. интересного вопроса. Что Он делал там на грезде. Потому что я из-за своих себя абсолютно верю в то, что Он взял на Себя страдания всех живых существ. Тогда тут есть какое-то противоречие. Это серьезное. Первое. Взял на Себя страдания всех живых существ. Второе. Я чувствую боль. Что происходит. Может быть Он принял на Себя семена или больше всех тех в прошлом. На тот момент. Я думаю, что я хочу попросить вас. Вы подумали над этим вопросом и поставили еще ответить себе на этот вопрос. Вам нужно поговорить это. Номер два. Позволять неправильным мыслям невежественного желания продолжаться. Я люблю это. Я обожаю это. Продолжать Продолжать неправильным мыслям неправильного желания продолжаться. Я скажу Марку Я обожаю это. Я обожаю это. Я обожаю это. У нас немножко странно, потому что на английском есть слово desire. Страстный желание. Это невежественное. Потому что, например, когда я хочу что-то и хочу. Можно хотеть просветление всем. Это хорошее желание. А можно хотеть что-то себе. Это негативно. У нас это желание. У них это будет дизайн. Скажет, что страсть не совсем правильно. Прям как страсть у меня за машиной. Нет. Не обожаю это. Дизайн на английском городе. Там есть много. Там есть много. Вожделение. Ух ты. Ух ты. Вожделал кусок мяса. Что-то бывает и дальше. Что-то бывает и дизайн. Но мы сейчас говорим не про любое желание, а про то, когда я хочу. Хотелки. Еще раз. Позволять. Позволять. Повторяем еще раз второй. Из вторичных этих. Позволять неправедные мысли. Вожделение. 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 Продолжаться. Неправедливо. Подразумевает состояние мысли, где вы недовольны тем, что у вас есть. Это также значит excessive sensual desires. Чувственное желание. Как? Чувственное желание. Excessive. Это также называет чрезмерное чувственное желание. Or an attachment to gain or fame. Или привязанность к приобретению или известности. So. How do you, in the. If you. I think you need to meditate regularly in order to be able to catch that. I think you need to have a regular meditation practice. Я думаю, что вам нужна регулярная практика медитации для того, чтобы задать это. Потому что то, как вы не нарушаете это, если вы все-таки боретесь с этим. По сути, вы чувствуете, что вы очень хотите кофе. Может быть, это не первое, а третье, что-то, 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 но вы не можете остановить себя. Это же так же хочется злости, но это с чем-то, что вы можете хотеть, то есть ление, желание. И обычно, если вы человек, то вы просто следуете этим желаниям без разрушения. То есть вы не нарушаете это обе, если на момент какой-то вы думаете, мне не стоит этого делать. Но это просто сомнение, что-то странно, что я все равно хочу этих вещей. Вы не нарушаете обе, если вы боретесь. И это очень красивая практика, когда вы можете стереться в это все. Что необходимо обязательно верить? Вы должны посмотреть на это. Вы должны посмотреть на это. Это красиво. Это красиво, если у вас, может, я над себя чувствую, что происходит. Это красивая качество, которое есть, и вам нужно его использовать. Итак, это это идея. Номер три. Теперь мы ускоримся, что будем успеть. Не уважать старших. Что это означает, что, например, когда вы принимаете свои обеты, на барашеские обеты. Кто-то следит за церемонией. И записывать четко место и время, когда вы принимаете свои обеты. И потом, когда вы встречаете сотни и тысячи других монахов. Старший – тот, кто принимал обеты до тебя. То есть, в случае с бодхисаттвами и обеттвами – то же самое. Отраз здесь ни при чем. Но кто-то, кто принял обеты до вас, является старшим. Они ранее приняли решение, что они посвятятся на жизнь. Спасение всех живых существ. Номер четыре. Вы сейчас все равно начнете сменяться. Я думаю, что многое станет для вас более понятно по поводу учителей буддизма, когда вы будете знать о диаметре. Номер четыре. Номер четыре. Не отвечать на вопрос. Это означает, что не отвечать на вопрос или не отвечать на вопрос. Или давить инадекватный ответ на вопрос. не только по поводу дхарма, а по поводу Чимауру. Сейчас будет веселая часть. Есть список исключений. И это не только для этого обеда, это практически для всех вторичных объектов. Исключения разные, но идея одинаковая. Итак, вы должны отвечать на вопросы. Если вы не отвечаете на вопросы, вы не решаете свои обеды. Но это нормально не отвечать на вопросы. Когда вы преподаете дхарму или задействованы в обсуждении дхармы. Если вы в обсуждении дхармы, и у кого-то есть вопрос, и я говорю, что, подождите, я буду радовать не лог, после того, чтобы обращать вопросы, то вы не нарушаете ответ. Или, как я вижу в Соломинской аршала, люди спрашивают ему 10 вопросов. Нет, 10 человек одновременно спрашивают его вопросы. Он не разрушает свой ответ, потому что он задействован, отвечая на другой вопрос. Или, когда вы сами слушаете учение дхармы. Или, когда вы находитесь в диалоге дхармы, и ваш ответ на вопрос, кого-то другого отвлечет или побеспокоит. Тогда вы побеспокоите преподавателя дхармы. Ещё другая причина, что вы болеете. Спите. Или роги. 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 Просто выключены, не знаю. Ясно. Роги что-то остальное между другим. Спящим и больным. Неосуздан. И последний вопрос. Это очень важный вопрос. И последний вопрос. Это очень важный вопрос. Вы хотите научить студенту урок. Преподать урок. Это когда начинается. Долгий момент. Нужно быть очень аккуратным. Нужно быть очень аккуратным. У вас должна быть мотивация. Бодисаттва. Вы не просто думаете. Я не люблю тебя. Но если вы спросите мне эту вопрос. 200. Я не хочу отвечать. Бодисаттва мотивация. Бодисаттва мотивация. Вы думаете за того человека. Не за себя. За того человека. Для того человека будет лучше. Не отвечать на этот вопрос. Потому что возможно они тогда осознают что-то. Хорошо. Хорошо. Номер пять. Не принимать искренние приглашения. Теперь мы знаем. Снова. Это относится к любому приглашению. И мотивация должна быть злость или лень. Это означает. Это означает. Это означает. Когда ты принимаешь совет. Когда кто-то приглашает тебя к чему-то. И ты просто думаешь. Я не хочу. Не достаточно хорошо. Извинения. 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 Вы болеете. Вы уже приняли другое приглашение. Это слишком далеко или опасно. Это слишком далеко или опасно. Это не так. Это не так. Я понял. Вы научились, Богдарова. Вы очень много мудрой Бодхасапа. Вы научились другому человеку. Научить другого человека правом. Чтобы их подтолкнуло к добродетелю. Занятие у Геша Майкла был вопрос, который достаточно смешно. Я не видел, но по записи кто-то... Что если вы не любите другого человека? Что еще он не нравится другой человек? Ну, помните, когда мы обсуждали о Пудричитах? Ваша основная задача становится спасти всех живых существ. Каждое живое существо... Без существ. Каждое существо. То есть, если вам не нравится, то это хорошее причин. То есть, вытаскивать Скорпиона из воды, хотя он тебя ужалит, да? Я не верю, что ты смеешься. Даже я уверен, что я не пользуюсь. Ну, вот то, что говорят, что... Даже если я не люблю... Ну, мне не нравится этот... Ну, личность, да, существо. То есть, ну, Бодхисатта должен помочь... Даже то существо, которое мне нанесет вред, сейчас... Мне нравятся и вреды ужасные вещи. И большие разницы. Ааа, вы должны быть аккуратным. Ну, вам нужно быть аккуратным. Одна из причин, от которой можно отказать, если у учебного плохого матери. То есть, вы должны думать... Какие семена они посадят, когда они приглашают меня. Если вы видите, что они приглашают вас в плохой мотивации, что представляет, что они посадят плохие семена для себя, то, наверное, не стоит идти. Но вы просто скажете, что я не хочу, это не так. Просто скажете, что я не хочу. То есть, что вы говорите. Окей. Окей. Ааа, окей. Люди в mind for drinking parties... Это не то, что вы говорите. От причин, от... Ну, я имею в виду, как, вы знаете, что они приезжают в доме, но вы знаете, что там просто будет... Ну, хорошо. Если это вертие, то это вертие. Ааа, это вертие. Я спросил много людей часто, да? Часто бывает в наших попытках, да? Приглашают, и ты четко знаешь, что они будут пить. Так или иначе, да? Я спрашивал, можно ли как-то с этим делать? Да, потому что это нас отвлекает от благостного поступка, опять-таки, вообще. Скажи... И они будут сажать плохие семена, если будут, опять же, вам предлагать алкоголь. Но, нет. Но... Но... Можно ли вы получать ощущение... Я бы называть это звони для икончины? Вы можете поймать вот этот момент, это звоночек на осознанность. Как, как эта звуга называет, что ты чувствуешь осознанность. Говоря на дуэ. Это звони для осознанности. Вы можете, как бы, что я делаю, и этот вопрос возникнет. Хорошо. Номер шесть. Не принимать деньги и подарки, когда они искренне предлагаются. Вам нужно принимать подарки и деньги, если они искренне предложены. Вы знаете, что у вас будет зависимость на вещи. Вы знаете, что человек, который дает вам это, мы позже сожрели о том, что дал вам это. Это большой пример. Люди предлагали дома. Они говорят, я выйду, вы получаете мой дом. И я думаю, что вы знаете, что иногда иногда вы знаете, что я люблю это. Есть моменты очень сильно приверживания. Очень красиво и хорошо. Но если только у вас есть невероятная карма, то теперь он, конечно, сходит. Я помню, как Гешла жили в квартиру в Нью-Йорке. Это был очень искренний след. И так же потом всю жизнь учился вместе с ним. И Гешмар сказал, подумай 6 месяцев или полгода. И если ты все еще так же будешь чувствовать, то мы будем использовать квартиру в Нью-Йорке. Ты будешь все еще владельцем, мы будем ее использовать. И это, например, не искренне страховаться. Ну, Бодхисаттва. Я не знаю, почему я говорю. Но это просто Бодхисаттва. Ты должен принимать это. То есть это по обетам Бодхисаттва. Бодхисаттва в обетах они сильнее. Если это полезно для многих людей. Если это полезно для многих людей. То есть это полезно для многих людей. То есть это полезно для многих людей. Обеты и свободы они про свое собственное. Бодхисаттва в обетах они про счастье всех живых существ. Так что если это помогает для всех существ, чтобы быть согласичным на эту квартиру, то нужно ее принимать. Более исключения. Более исключения. Может быть, нужно ли отъяснить, почему ты не принимаешь, что человек может быть. Тебе объяснить, почему ты не принимаешь. Это не относится к ответу, но это будет неплохой идее. Например, если вы принимаете пистолет. Например, вы принимаете пистолет. И потом потом люди увидят, что у тебя есть оружие. И у них начинаются сомнения какие-то. Номер 7. Не отдать дхарму человека, который хочет это. У нас было в коренных мотивациях. И это было, что не дать дхарму из-за привязанности. Номер два – это не дать травму и материальные ценности из-за привязанности. Здесь есть мотивация – лазiness, anger, или что-то еще. Мотивация – злость, лень, или любая какая-то. Извинения. Исключения. Фомалийте. Для учебного учителя. Студент находится в основном, чтобы вас критиковать. Они не сидят неправильно. Обязательно, это слово «правильно сидеть». Вы знаете, что это их напугает и шокирует, наверное, если вы будете преподавать им этот пример. Вы считаете, что они не заинтересованы в том, что вы будете преподавать. У них плохие неправильные взгляды. Вы знаете, что, например, если кто-то убивает, если вы скажете, пожалуйста, не убивайте, они убивают много больше взглядов, чтобы вас испугать. Они просто убивают еще больше, можно ли, чтобы вас испугать. Вы не говорите, что они не убивают. Они не верят, что они не интересуют. Они имеют неправильные взгляды. Вы знаете, что они не последуют тому, что вы будете преподавать. Учения сделают их хуже. Это пример для его слой. Они будут распространять эти учения тем, кто не готов. И вы знаете, что они не понимают значения. Майкл цитировал Кеннера про честного. Кеннер про честного никогда не учил 50 стихов, как относиться к ключевым. Потому что он думал, что они не поймут. Хорошо, первые семьи готовы. Теперь у нас есть следующие 9 вовы. Для поддержки совершенства нравственности. И тогда мы закончили на сегодня. Номер 8. Отвернять людей, которых нравственность нарушена. Идея здесь, что если вы в монастыре, и есть много монахов, и кто-то не может держать свои беты. И они не ношают свои беты. Это пример. Тогда вы не должны отрицать их. Поотвергать их. И сторониться их. Потому что они, тексты, нуждаются в ваших злих больших всех. Есть тибетский термин, который говорит, Они живут в доме Причины страданий. Если вы нарушаете беты, и вы делаете плохие вещи, Это будет приходить. Это одна из причин, почему Иисус сказал, что вам не нужно Платить и возвращать что-то кому-то. Потому что Бог у вас не справится. Это еще одно слово. Но он всегда говорит, что не платить или верить. Не платить или верить. Тебе будет об этом. Тебе будет об этом. Позаботиться об этом. Если кармин правы и работают, вам не нужно об этом беспокоить. То есть последнее, что вам нужно делать, это поместить кому-то за что-то плохое. Потому что оно так сработает. Я думаю, в какой смысле? Потому что артические принципы не говорят, что делать бизнес, например, или покупать человека, кто трейдет на рынок, и что происходит. Я не понимаю. Что имеется в виду отрицатель? Что имеется в виду отрицатель? Что имеется в виду отрицатель? Сторонница, еще сказали, как вариант. То есть держаться в стороне. Если кто-то там держит свою мораль, я от него держусь подальше. Держусь в стороне, не коммуницирую, не идут ему до встречи, не помогают. Вы не должны игнорировать их. Остросизм в английском языке. Вам не нужно игнорировать их. Остросизм. Переводчики. Сторонница. А лучше это как вытеснять, а устрашать, наверное, что... Сторонница. Да, сторонница. Я вернусь к ним. Я вернусь к ним. Я вернусь к ним. Если они плохие, злые, вам нужно сопротивляться им. И вам не нужно избегать того, чтобы они плохо влияли на вас. Но есть хороший пример, который мне нравится. Например, в Соединенных Штатах, в Фениксе. Есть конкретная программа для преподавания Дхармой и Сиакурса для тех, кто в тюрьме. То есть они идут в тюрьму и преподают на Сиане. И Газелай сказал, что они лучшие студенты, особенно те, кто там на фашизме. Потому что, если вы подумаете об этом. Они имеют одну вещь, которую мы все хотим. Это время. Это время. Это время. Это время. Они, наверное, не видят это в начале. Они, наверное, так не распадают, а так в самом начале. Но если вы получаете эти учения, то вдруг это становится отличной или громадной возможностью. Вы не должны объяснить, что жизнь это страдание. Это хорошо. Это огромная возможность. И есть примеры людей, которые даже выходили из заключения и продолжали с Дхармой, потому что я не понял. Исключения. 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 И опять. Чтобы научить уроку преподать уроку. Если вы в сближении с таким человеком. Вы повлияете на многих других. Или толкнете многих других. Если они начнут думать, что вы плохой человек. И не будут следовать, например, вашим учениям. И еще одно, которое нам нужно объяснять. Это для того, чтобы последовать коду проведения монахов. Не открыты. Победы монахов не открыты. Они не известны. Пока мы не приняли их. Но определенное мы знаем, что это не нужно. Немного. Немного. партнерство с человеком, который нарушает этические принципы, я знаю, что учителя, наоборот, говорят, не иметь партнерство с другими, то разве это не является формой отражения, отвержения, да? в школе, что что-то, например, происходило из какой-то плохой семьи, и вот когда мы отвергаем их, да, или изгоем, они становятся просто из-за какой-то предыстории, из того, кем они являются просто. Это неправильное ощущение. И просто потому, что кто-то допустил ошибки, да, и что-то нарушает свои нравственные какие-то... Держите в сознании то, что бодхисатва должен как бы помогать. И помните, что включаться в какую-то плохую деятельность с ними никак им не поможет. По-моему, здесь все достаточно ясно. Номер 9. Давайте я попробую. Не преуспеть следовать правилам, которые, если следовать, будут поддерживать веру в других людей. Если вы не будете следовать правилам, которые, если бы вы следовали, они бы вдохновляли веру в других людей. Люди знают, что вы буддист или буддисатва, и потом вы умрете. Это имеет эффект на них, на том, как они видят буддизм или все учения. То есть вам нужно быть дисциплинированным, например, защищать веру в других. Вы не только действуете для себя больше. Десять. Десять. Выполнять поступки, которые являются всего лишь меньшей выгодой для всех существ. Что это означает? Что это означает? Есть два типа правила в целом. Один типа правил мы называли природным правилом. Они существуют без взаимосвязи. Например, монашескому коду жизни. Например, это не какая-то тибетско-буддистская идея. Это для всех. Идея для всех. И потом есть прописанные правила. Правила, которые приходят в Винае. Винае – это код буддистской дисциплины. Например, как монах. Мы говорили уже много раз до этого. Ты не должен ткани хранить. Это не природное правило. Это правило, которое сделано. Буддизм для монахов. Никто не подумал, что Игорь – плохой человек, потому что он у него полный дом тканей. Как будто нет натурального морального контакта. Если он был монахом, следуя своим монашеским обетам, пришлось бы отдать его. Потому что это нарушает его обеты. Но. Теперь подходит сам обет. Одисаттва должен соблюдать натуральные обеты очень строго. Но прописанные правила, например, история с тканями должна быть нарушена. Это помогает и помогает другим. Я по-другому формулирую. Это очень красивая красивая операция. Потому что по сути он говорит, не позволяйте о своей догме остановить вас от того, чтобы помочь другим. Понимаете? Часть догма говорит. Часть догма говорит. Посмотреть на свою догму. Остановить вас от помощи другим. А это обет номер десять. Номер одиннадцать. Не суметь нарушить правила без сострадания. Это уже немножко такой. На опасную территорию мы заходим. Потому что здесь у нас есть обет. Который говорит о нарушении обетов. Из-за сострадания. От вас требуется все более и более быть осознанным, чтобы отслеживать, чтобы думать и ретицировать. Вы помните первый топ десять? Не убивать, не убивать, не подействовать. Не бесполезно лечь и не говорить. Ни грубо не говорить. Это мы все перечислили. Это я уже успел. Из-за сострадания. И следующие пункты, которые мы будем обсуждать. Вы должны нарушать эти. Но если вы, если вы говорите, только первое. Только первое. Мы будем говорить про и не прошлые. Только первое, топ десять. Топ-семь. Топ-сенять. Топ-сенять! Семь. Нет, нет, нет. Если вы одни единицу, которая за миллион лет преувших практику. Если вы одни единицiale, то есть это мы перечисляем пункты, когда мы разрешили нарушать первые силы тогда нужно нарушать первое, если мы как бы годами first is like for lifetimes for trillions of years you have perfected your practice for trillions of years то есть триллионы лет мы усовершенствуем свою практику и тогда мы имеем право когда вы достигнете, вы знаете если вы не знаете, относитесь к этому правилу, вы не относитесь если у вас есть экстраординарное видение о том, что вам нужно сделать что-то самое странное у вас должна быть абсолютно невероятная степень сострадания и вы должны видеть, что нет какой-либо другой возможности, кроме как нарушить этот обет морали чтобы помочь я приведу пример, потом мы можем вопросы позовать есть история когда Будда в своих предыдущих жизнях был капитан лоткой капитан лоткой и на тот момент он уже мог читать мысли других людей была группа людей на корабле двенадцать и он увидел, что один из них другой человек планировал и собирался убить эти двенадцать человек и тогда Будда решил убить этого человека почему? помочь другим двенадцать? нет помочь этому человеку а сознание какого было выше? вот этого одного или двенадцати тех? нет он у вас попадает от греха то, что он собирался из них что бы он не наделал да что бы он не наделал эмм что же вы скажите то да, почте так же но особенно для этого обеда для этой части он позволяет вам когда-либо думать об этом если вы способны изменить сознание того человека которого вы убиваете изменить сознание которого вы убиваете изменить сознание то есть сформирование ну так это если вы способны переместить сознание этого человека которое собираетесь убить куда-нибудь другого места выше то есть в в то есть в процветлении если у вас нет то способны вы не можете это то вопрос возникает на занятии Гешаматом Если кто-то может так сделать, то почему со мной это не происходит? И ответ, конечно, карма. Если у них есть семена, то достичь просветления таким способом. То есть, ответ к тому, что не нарушить. Если у вас есть способность. Если у вас есть способность. Если у вас есть способность переместить этого человека куда-то. И вы этого не делаете. То вы нарушаете обет. То есть, не нарушить как-то случай обет является нарушением обета. Не нарушить. Не быть в состоянии, это не нарушается. А именно тот факт не нарушения обета нарушает обет. Немер двинадцать. Немер двинадцать. Немер двинадцать. Немер двинадцать. Будь задействован в неправильном жизни. Образе жизни. Образе жизни. Образе жизни. Образе жизни. Да. Что также относится и Гешила упоминает. Образе жизни. Образе жизни. Образе жизни. Отношение между монахом и спонсором. Есть некоторые неправильные 命азвективности. Претенд, притворяться. Например, притеряется в очень хорошем практике, когда ваш спонсор здесь. А когда ваш спонсор не здесь, то не будет таинцит им. Происходит в бизнесе все время. Ваш костюм смотрится таким. Если бы это не был ваш потенциальный клиент, выглядели бы его костюмы таким же фантастическим. Подсказка. Hinting means give a hint. Не сказать clearly what you want, но hinting. Или я слышал, что есть партия в следующей неделе. Кто будет туда? Кто туда пойдет? Морг, морг, морг. Где ты? Что мы говорим? Все эти вещи, это неправильно. Практически потому, что они не работают. Мы не позволили давать намек? Нет, нет. Вы не разрешали назвать намек и кому-нибудь целый намек? Я думаю, опять же, если вы не хотите это помочь. Я думаю, если вы не хотите это помочь. Заставлять кого-то. Кому-нибудь сделать подоявление, пожертвование. Никакого Robin Hoodа. Неправильное. И пейти. И пейти. Это когда было пейти. Когда ты пейс, ты пейт на пейт. На две швеца. Два швеца, дай! Они бежевца. Приманка, да? Приманка! Заманилась. Заманилась. Например, давать кому-то небольшой подарок, ожидая, что вернется карма-лога. Мы даем маленький подарок, ожидая, что вернется большой. Это про мотивацию, это про мотивацию. И номер шесть, любое действие, которые носят вред другим людям. Сорговали оружием, с животными, убийство животных, магазины со спиртами и так далее. Но есть также пример, когда проститутка пришла в буддик со своим ребенком. И она сказала, что я хочу остановиться, но сейчас я не знаю, как это сделать. Когда ты стремишься и стараешься из этого выйти и перестать это делать, ты не нарушаешь метод. Номер тринадцать. Дальше. Дальше. Вы будь живым или действовать фриволос? Очень диким или действовать? Фривольно. 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 Как, фрикурно, гулять, гулять, гулять. Надо сходить с ума и вести себя недоколимо. Исключения. Ты стараешься остановиться и не можешь себя контролировать. Делать что-то, чтобы остановить страдание и депрессию другого человека. Если кто-то уводит кого-то другого от плохого поступка. Создать лучшее окружение для людей. Отдать людей к буддизму, которые иначе бы не пришли к нему. Какой название книги «Брэйгент и Тханда»? Это пейтинг? Ну, пейтинг, то есть что вы получаете что-то. Нет, но как название книги «Брэйгент и Тханда»? «Брэйгент и Тханда»? Духовный материализм. Кто автор книжки? Знакомый, что такое? Трунг Парабабача. Он был один из первых высоких лам. Автор этой книги, которую пытаемся вспомнить, он был военем из самых высоких лам. Шамбала. Традиции Шамбала. И он делал много диких вещей. И студенты сказали, что если бы он их не делал, то он никогда не заинтересовался бы в его учениях. И я преподаю, что это идея дикости, про которую здесь идет речь. Четырнадцать. Четырнадцать. Говорим другим, что им нужно задержаться в достижении нирваны для того, чтобы помочь другу. Это идея. Это идея. Что как бодхисаттва. Когда вы хотите помочь всем существам достичь освобождения. То говорите ему, что вы должны оставаться в стадании. И это как вы помогаете нас. И таким способом вы помогаете другим. Это неправильно. Лучший способ как помочь живым существам. И достичь освобождения как можно быстрее. Номер пятнадцать. Не задресать румы о себе. Не. Не заниматься слухами. Как? Не быть способен не остановить слухи о себе. Разбегать clutches. Не быть способен не остановить слухи о себе. что люди говорят что-то странное, вы об этом особо не думаете, иногда вы просто не хотите говорить об этом, как подписателям, подождите секундочку, это мое видение, и это неправда, что я сделал. Вы должны останавливать слухи о себе. Не корректировать, не поправлять других, даже если это должно быть сделано силой. Это означает, я думаю, в особенности, когда вы близкие отношения со студентами, eventually, in order to help them, you have to be also powerful for them. Maybe you don't have to be like that, but you have to be prepared to be there. To help them. Very important, if you're angry or irritated, you're off. Да, вы включаетесь. Не зависайте на вопросе, нравитесь вы им или нет. Это может также неправильно происходить и с родителями. Если вам нужно остановить определенный тип поведения, вам нужно так сделать. Если вы не делаете, вы нарушаете обет. Какие случаи это касается? В каких случаях это происходит? Не корректируйте нас, даже если они должны сделать ошибки, и вы знаете, что вы должны их остановить, и вы этого не делаете. Какие? 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 Если помогают. Это, опять же, это идея в однисатве, о помощи. Before we finish. Перед тем, как мы закончим. Next class is on Thursday. Then we'll do class 8. On Saturday we'll do 9 and 10. Sunday morning we'll do 11. And then we'll do the ceremony. If anyone wants to take the vow, please, remember class 2, the first step is you ask. Have class. So please send an email maybe to Igor and we'll collect it. Is that right? Зарянин. Зарянин. I think everyone knows Zarya. Because we will then prepare for a ceremony on Sunday after the ceremony. And we need to know a couple of days before. So it would be good to know that on Thursday evening. We'll first have to read through them. Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Oh my gosh! Yes, yes, yes. The last one. Yes. If you're not... Here it says we shouldn't correct others. We should correct others. We should correct others. It has to... ... ... ... ... ... ... ... It will correct another about... ... 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 It a good question. And in Gashemichael's class many similar questions like yours. занятия вешайку много похожих вопрос возникает касаемо других обетов а basically when you use your best judgment слушая свои суждения когда вы думаете и утромление сделать правильную вещь и потом вы действуете Тогда вы не нарушаете обет, несмотря ни на что. И, конечно, если вы понимаете пустоту, вы понимаете, что вы останавливаете кого-то или нет, это не имеет отношения к тому, останавливаются они или нет. Но вы помните, чтобы вы останавливаете в будущем, когда вы будете делать что-то неправильно. Хорошо, давайте закончим, чтобы у вас есть все. Почти говорим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok